Майкл Джерард Тайсон – всемирно известный боксер, обладатель многих чемпионских титулов, абсолютный чемпион мира среди тяжеловесов-профессионалов. Он жаждал войти в историю и стать легендой, и сделал это. Книга рекордов Гиннеса, международный и всемирный залы боксерской славы, издание автобиографии, собственный спектакль, роли в фильмах, множество рекордов и достижений, фанаты по всему миру и очень сложная судьба. С момента увлечения боксом Тайсон сравнивал себя с великими воинами, Ахиллесом Александром Македонским и хотел стать с ними в один ряд. Он чувствовал себя гладиатором, когда выходил на ринг без плаща и в кроссовках на босу ногу, наводя на соперников ужас. Его стиль ведения боя был стремительным, защита неуязвимой, а он сам неудержимым и яростным. В то же время его жизнь с самого детства была непростой и драматичной. В этом выпуске я рассмотрю, как маленький мальчик для битья Майкл превратился в железного майка. А для ценителей авторского кино, заставляющего задуматься, хочу порекомендовать фильм «Анна Мелике Анфея». Это один из таких фильмов, где поднимается много проблем, но автор не дает готовых ответов. Зато дает нам шанс запустить собственный мыслительный процесс. Константин Хабенский, как всегда, радует отличной актерской игрой. С самого начала он делает все возможное, чтобы вызвать неприязнь к своему герою, циничному и расчетливому манипулятору Войгину, но с развитием сюжета отношение к герою меняется. Интересно наблюдать именно за его самоанализом и поиском предназначения. После просмотра фильма остается неоднозначное впечатление, но он действительно дает пищу для размышлений. Впрочем, лучше оцените сами и поделитесь мнением в комментариях. Фею и другие новые фильмы и сериалы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Теперь там можно не только читать отзывы и рейтинги, но и смотреть свежие фильмы и сериалы, в том числе эксклюзивные, которые вы нигде больше не найдете. Например, сериалы «Последний министр» или «Проект Анны Николаевны». Кстати, в мобильном приложении «Кинопоиска» теперь можно скачивать любимые фильмы и сериалы на телефон. Это очень удобно. Например, можно накачать себе фильмов перед долгой дорогой и смотреть даже без интернета. Приложение доступно для iOS и Android. Если у тебя еще нет подписки, то переходи по ссылке в описании, вводи промокод, который видишь, и получи 45 дней бесплатной подписки. Этого должно хватить до конца самоизоляции. По крайней мере, хочется надеяться. В беседе с Тайсоном кумир его детства Шугар Рэй Леонард говорит, что вся наша жизнь – это бой. И Майк соглашается с ним. Ведь все мы бойцы. Даже за пределами ринга. Нас нокаутируют. Нам необходимо угловые. И всем нам необходимо работать над собой. Жизнь Майка Тайсона действительно можно назвать боем. Помимо громких побед, он терпел множество поражений. Но раз за разом поднимался и шел дальше. Вспоминая поворотные моменты его биографии, поражаешься. Каким чудом Тайсону удалось вынести такое количество ударов судьбы? С раннего детства жизнь Майка была борьбой за выживание. В своей автобиографии он описывает, в каких бедных условиях жила, а точнее существовала его семья. Тайсон вырос в гетто в Брунсвилле, район Бруклин, Нью-Йорк. Будучи ребенком, он наблюдал жестокости, насилие, наркотики, воровство и смерть. А мать, по его словам, давала ему в детстве запрещенные вещества, чтобы он уснул. Это стало для него нормой. Впоследствии его психолог Мэрилин Мюррей назовет это базовым исходным уровнем. Из этой специфичной нормы и росло его отношение к жизни, к людям и, в частности, к женщинам, из-за которых у него возникало много проблем. В своей книге Тайсон пишет, «Мать никогда не отдавала нас в приют для бездомных. Мы просто переезжали в очередной заброшенный дом. Вот в такой обстановке я и вырос. Люди, любя друг друга, разбивали один другому голову и стекали кровью, как собаки. Они любили друг друга и резали друг друга ножами. Черт возьми. Моя семья приводила меня в ужас. Я рос среди грубых женщин, среди женщин, которые дрались с мужчинами. Я никогда не видел свою мать счастливой со мной. Я не помню, чтобы она гордилась мной и моими делами. У меня никогда не было возможности поговорить с ней, узнать ее получше. Я видел, как матери целовали моих приятелей. У меня такого никогда не было». Здесь мы видим, что у Тайсона с детства были нарушены две главные базовые потребности – в безопасности и в любви. Без ощущения безопасности и эмоционального контакта с родителями у ребенка неизбежно возникает расстройство привязанности. Это выражается в дальнейшем отсутствии доверия, страхи, тревожности, избегании, неумению построить здоровые отношения, агрессии и аутоагрессии, низкой самооценки. «Когда я жил в Бруклине и был моложе, мне казалось, мир построен на страхе, и я хотел быть страшным. Любви я не хотел. Гораздо страшнее, когда тебя любят, чем когда тебя боятся. Но знаете ли вы, сколько обязанностей в любви? Для меня это страшнее, чем страх». Чувство страха сопровождало Тайсона и в его первых боксерских боях. «Я не нервничал, я был напуган. Я очень был напуган. Очень боязливый парень, потому что меня унижали и оскорбляли всю жизнь. Люди делали со мной все, что хотели. У меня был врожденный страх, и я себя не чувствовал в безопасности». Тайсон много говорит о том, что у него всегда было чувство собственной неполноценности и низкая самооценка. «Самые успешные люди, которые были в истории, они страдали манией величия, но у них была низкая самооценка». В своей книге Тайсон рассказывает, что подрастая, всегда хотел быть в центре внимания, быть настоящим уличным парнем, острым на язык, но на деле был застенчивым и неловким. Любой мог ударить его и заставить замолчать. Но когда он впервые ввязался в уличную драку и победил, то почувствовал, насколько приятно купаться в лучах славы. И это желание доказать всем, что он не мальчик для битья, и привело его к мыслям о боксе. Когда Тайсон увидел Мухаммеда Али, который однажды пришел к ним в школу, он понял, что хочет именно такого отношения к себе. «Хотел стать как он, чтобы меня уважали так же. Он зашел, и люди начали сходить с ума. Я захотел так же». Стать боксером – это также означало и выбраться из нищеты, выбраться из гетто. В интервью с Эминемом, который как никто другой способен понять эти мысли и чувства, Майкл рассказывает, что когда он кого-то нокаутировал и причинял боль, его жизнь всегда становилась лучше. «Моя жизнь становилась лучше, у меня появлялись разные девчонки, я летал на самолетах, катался на лодках. Я получал абсолютно все, и причинять боль – это прекрасно. Вот какое у меня восприятие жизни было на тот момент». По мнению Тайсона, именно такое неблагополучное детство, страх, страдания, боль и нищета только и может сделать человека великим боксером, потому что ему есть к чему стремиться и нечего терять. А у детей, выросших в любви, безопасности и достатке, в отличие от него, нет нужных стимулов. «У них никогда не было жизни, которая была у нас. Они никогда не преодолевали препятствий. Без препятствий никогда не будет успеха». Чтобы выстоять в жизненном бою, всем нам необходима хорошая подготовка. Очень важную роль играют тренеры, люди, которые направляют нас в нужное русло и передают свой опыт. И у Тайсона появился такой тренер, полностью перевернувший его жизнь. Благодаря своему учителю физкультуры, Тайсон познакомился с американским тренером по боксу Кассом Дамата. И эта встреча была судьбоносной. Тренер стал для него буквально всем – другом, семьей и наставником, одним из самых близких людей. Сначала Майк отнесся к нему с подозрением, но уже скоро стал безоговорочно доверять ему и мог говорить совершенно обо всем. Он впервые почувствовал, что ценен и важен для кого-то. Касс вдохновил Тайсона, заразил его стремлением стать чемпионом, заставил верить в свою исключительность. В своей книге и во всех интервью Тайсон с любовью и уважением вспоминает его. Майк признается, что дрался и побеждал только для того, чтобы его учитель был счастлив. Моя уверенность была на нуле, моя самооценка еще ниже. А когда я первый раз встретил Кассу, я думал, да я порву этих всех ублюдков. Он заставил меня почувствовать то, что я никогда не чувствовал в жизни. И если бы хоть кто-нибудь что-нибудь про него сказал, да я бы просто убил бы его. В книге «Беспощадная истина» Тайсон пишет, что не мог избавиться от воспоминаний, когда на него еще совсем ребенка набрасывались с побоями. Чувство унижения от издевательств пилось с занозой на всю жизнь. Но Касс дал ему уверенность в себе и избавил от страха того, что над ним снова когда-нибудь будут так же издеваться и оскорблять. Тренер вложил в голову молодого Тайсона мысли об успехе и славе, мысли о том, что он уже чемпион. Сейчас Тайсон называет это словом эго. Эго в понимании Тайсона – это монстр, внутренний зверь и демон. Это завышенные амбиции и отсутствие жалости и чувств. Благодаря этому человеку я стал молодой суперзвездой. Он раздул мое эго до невероятных размеров. Я готов был уничтожать даже тогда, когда передо мной был гораздо больший соперник. Тема эго всплывает в разных интервью. Видно, что она много значит для Тайсона. Что он не раз размышлял на эту тему. Хотя сейчас он старается искоренить эту часть самого себя, говоря, что тот Майк умер. Только со временем Тайсон осознал, что раздутое эго – это худшее, что произошло с ним в боксе. В любом бою очень важен настрой соперников. На боксерском ринге, как и в жизни, физическая сила ничего не решает без силы духа. И тренер Тайсона, как никто другой, знал об этом. Дамата учил Тайсона не соревноваться. Он учил его побеждать. Он много разговаривал с Майком, наставлял его, применял разные психологические методики. Первые три недели он только рассказывал мне о боях, о психологии боя. Он объяснил мне, что бокс – это не сила мышц, а сила мысли. Если ты не силен духом, ты не станешь великим боксером. Судя по книге Тайсона и по его интервью, для Касса бокс был не спортом, а настоящей войной. И через Майка он хотел оставить свое имя в истории. Тайсон называет Касса генералом, а себя его солдатом. Касс учил Майкла стратегии, учил, как выигрывать бой еще до его начала, вызывая страх у соперника. Майкл вспоминает, что Касс запрещал ему любые проявления гуманности до конца боя. Он не мог даже пожать руку соперника перед началом, потому что Касс приходил от этого в ярость. Вместе с тренером Тайсон изучал биографии бойцов и видеозаписи боев. Постоянно читал книги и смотрел фильмы о боксе. У любимых боксеров Мухаммеда Али, Роберта Дюрена и других Тайсон перенимал понравившиеся привычки, например, психологический прием трэш-ток – оскорбление, нападки, унижение, запугивание, которое сейчас широко используется в спорте, чтобы дезориентировать и напугать противника. Касс учил Тайсона не просто выходить на ринг, чтобы победить. Он учил драться так, чтобы причинять боль, причинять вред, максимально травмировать соперника. Тем самым Майкл как бы отправлял послание следующим противникам, чтобы они с ужасом ожидали начала поединка. Хотя вся наша жизнь – это бой, но в разных ее сферах необходимо применять разные стратегии для победы. Добиваясь больших успехов на одном фронте, мы порой бываем совершенно бессильны на других. Кассу Дамата, безусловно, удалось создать из Тайсона дисциплинированного и жестокого воина, свирепого зверя, лучшего из лучших. Однако воспитание получилось однобоким. Отдавая всю душу и жизнь боксу, Тайсон не успел научиться справляться с реальной жизнью, строить отношения вне ринга, за что впоследствии долго расплачивался. Возможно, тренер оставил это на потом, но это потом, увы, не наступило. Может быть, поэтому сейчас мы можем наблюдать некое раздвоение личности Тайсона. Он наставляет боксеров так, как это делал его учитель, говорит почти те же самые слова, но с другой стороны понимает, что это далеко не всегда лучшие советы для жизни. Майк признается, что не хотел бы таких же отношений со своими детьми, какие были у него с Кассом. Быть свирепым и чувствовать злость, нанося удар, не жалеть оппонента – это неприятные советы, которые он не хотел бы давать собственным детям. В течение своего жизненного боя Тайсон не раз получал серьезные нокдауны, после которых очень тяжело было встать, оправиться и продолжить битву. Одним из таких ударов стала смерть тренера. Тайсон полюбил Касса как отца. После завоевания чемпионского титла он осознал, что никто в мире так сильно не переживает за него, как тренер. Кроме тренера и спортивной карьеры у Тайсона не было ничего. Очевидно, когда Касс умер, Майкл чувствовал жесткую опустошенность и даже злость на тренера за то, что тот покинул его. Тайсон вновь чувствовал себя одиноким, потерянным мальчишкой. Его дух упал, он утратил веру в себя и думал, что уже никогда не сможет оправиться. Майк рассказывает, что уже не заботился ни о чем, принимал участие в боях только ради денег. Чемпионские титулы уже не казались такими манящими. Майк хотел лишь пить вино, веселиться, участвовать в вечеринках и чтоб все от него отстали. Каждый мат умер, не успев завершить начатое им дело. Сделать из маленького мальчика цельную личность. Осталось только выращенное Кассом эго. Тайсон не был готов к славе, известности, поклонникам, деньгам. Монстр вырвался на свободу, некому было его сдерживать. Никто не мог больше с ним справиться. Я не знал, кем я являюсь. И не знал, как собой управлять. Я сам себя не понимал. И я не понимал свои цели. И я себя не любил. Я пытался казаться злым и свирепым. Дамата не успел сказать Тайсону, что после достижения цели остается пустота. Майк не смог самостоятельно поставить новые цели. Он все еще был маленьким мальчиком из гетто с низкой самооценкой. Он был сломлен и убит горем. У него не было никаких ориентиров. Эту внутреннюю пустоту надо было чем-то запомнить. И Тайсон справлялся так, как умел на тот момент. Наркотики, алкоголь, бесчисленное количество женщин, с которыми он так и не научился общаться, поскольку был занят лишь боксом. Он ошибочно принимал секс за близость, так как настоящей эмоциональной близости с матерью у него никогда не было. И ему не с чем было сравнивать. Слава, титулы, деньги, внимание девушек. Все это вскружило ему голову и дало трещину. В его жизни появился Дон Кинг. Скандальный менеджер, который обманул ни одного спортсмена. Он воспользовался психологической нестабильностью молодого парня и медленно начал обрабатывать его, обещая небывалую славу и деньги. Он не сдерживал скандальные выходки Тайсона, а наоборот, способствовал этому. Его не волновала спортивная карьера Майка. Его интересовали только деньги. Чем более вызывающе вел себя Тайсон, тем дороже он стоил. Дон Кинг добился своего и Майк распустил всю команду, собранную до маты и даже уволил тренера Кевина Руни. Дон Кинг взял в руки все дела Майка. С новой командой Майк сильно изменился в худшую сторону. Он все чаще проводил время в барах и на вечеринках, начал употреблять наркотики и мало времени уделял тренировкам. Из спортсмена он превратился в скандальную звезду. И все его выступления все больше стали напоминать фрик-шоу. Люди были готовы платить лишь за то, чтобы посмотреть на его очередную выходку. Если в боксе удары в спину запрещены, то в бою под названием «Жизнь» мы часто получаем их, причем порой от самых близких людей. После получения титула чемпиона на пике славы на Майке Тайсоне стремились нажиться буквально все. Его обманывали женщины. Жена Робин Гивенс и ее мать, собственные менеджеры и юристы. Тайсон был той самой золотой антилопой, от которой каждый встречный стремился отхватить жирный кусок. Каждый такой лицемерный обман подкидывал углей в топку терпения Тайсона. Майк познакомился и впоследствии женился на молодой актрисе и модели Робин Гивенс. Этот брак нельзя было назвать счастливым. Гивенс, как и Кинга, интересовали только деньги и слава Тайсона. В одном из интервью она публично унизила и оскорбила Майка, сказав, что совместная жизнь с ним для нее пытка и кромешный ад. Она назвала Тайсона психом и сказала, что у него аффективное расстройство личности. Биполярное расстройство. Данному расстройству сопутствуют сильные эмоциональные перепады, повышенное и пониженное настроение эпизодично. Также наблюдается повышенная раздражительность, потребность в риске чрезмерного употребления алкоголя, наркотиков. Во время депрессивного эпизода человек ощущает себя несчастным и подавленным. Человек непоследовательный, его легко вести в заблуждение, внимание может легко переключаться на посторонние вещи. Недоверие, отгораживание от близких и друзей, изменение в привычках питания и прочее. Для Майка такое публичное признание жены было большим ударом. Предательство любимого человека, публичное унижение, а затем громкий и тяжелый развод с последующим финансовым кризисом из-за долгов. Он был сломлен, брошен. Ему было на тот момент всего лишь 23 года. Ведь все, кто связан с бойцом, они как пиявки на нем. Все, кто занимаются жизнью бойца, они пытаются с него что-то поиметь. Вообще все. Он не смог достойно сдержать этот удар и стал еще более агрессивным. Изменился стиль боя, Тайсон стал еще более прямолинейным, вся техника сводилась лишь к ударам, не было никакой тактики и защиты. Если Казда Мата учил его думать на ринге, Кевин Руни учил опережать противника и видеть его слабые места, то Дон Кинг и его команда лишь делали вид, что поддерживают и помогают ему. Прежние многолетние тренировки давали о себе знать, у него все еще был сильный удар. Он продолжал побеждать, но уже не был тем феноменальным боксером, как раньше. 1990 год, Япония. Бой с Джейсоном Дагласом, который по меркам бокса был слабым противником и имел много поражений. Тайсон тренировался между вечеринками, в тот период времени в его жизни были наркотики. Его вечеринки не заканчивались даже тогда, когда он прилетел в Японию перед самим боем. Он не разбирал соперника, как раньше, даже не видел ни одного его боя. Этот бой был полным провалом для Майка. Ему не хватало нормальной команды и опытного тренера. У его команды даже не было медикаментов и льда, чтобы в перерывах между раундами остановить кровотечение. Тайсон потерпел поражение в этом бою. После поражения он проходил курс лечения от алкоголизма и возвращал себе форму. Продолжал тренировки, но они не были такими суровыми, как до этого. В то время он не замечал, что есть люди, много людей, которые поддерживают его и готовы помочь. Тайсон все дальше уходил в игнорирование мира при помощи наркотиков и случайных женщин. Он отключил все чувства, оставил только инстинкты. И сила саморазрушений привела его на скамью подсудимых. Тайсон, несправедливо обвиненный в изнасиловании, по его словам и некоторым фактам, вновь потерпел поражение и попал в тюрьму. Это был очередной нокдаун для бойца. Но Майк уже был мировой знаменитостью. И даже в тюрьме многие были готовы помочь ему. «Майк, ты должен драться», — говорили ему. Сначала Тайсон отвергал все предложения, но затем подружился с нужными людьми и адаптировался. Помогли новые товарищи, множество прочитанных книг и обретенная вера. Тайсону нужно было что-то, за что можно было зацепиться, чтобы держаться на плаву. И он принял ислам. Многие обращаются к вере, когда больше ничего не остается. И она помогает справиться с невыносимостью бытия. В тюрьме же Майк познакомился со своей второй женой. А когда вышел, понял, что его помнят и ждут его возвращения. Он вновь поднялся и победил. Хотя, по его словам, после тюрьмы он стал совсем другим человеком. Но он справился, и это главное. В нашей жизни часто есть враги, которых мы не в силах победить раз и навсегда. Они возвращаются и продолжают оторвлять нам жизнь. Зачастую этих врагов мы создаем себе сами. У Тайсона такими врагами стали наркотики. Даже после тюрьмы он не смог избавиться от кокаиновой зависимости. Майк чуть было не пустил все на самотек в очередной раз, но ему повезло. Он встретил еще одного значимого человека в своей жизни. Психотерапевта Мэрилин Мюррей. Тайсону необходим был человек, который поможет и не предаст. И им стала Мэрилин. Она объяснила Майку, что он так и не избавился от ощущения неустраненности и хаоса, который вынес из своего детства. Поэтому каждый раз, когда с ним случалось что-то хорошее, он поступал так, чтобы непременно испортить это. Мэрилин хотела разобраться с тем маленьким мальчиком, который жил в Майке в течение всей боксерской карьеры, которого подвергались жесткому обращению и насилию. Майку предстояло понять, как взрастить его, как дать ему любовь, которую он никогда не видел. Мэрилин стала для Майка чем-то большим, чем психотерапевт. Она стала его наставником. Она помогала попасть в реабилитационные центры, где такие же люди, как Майк, помогли ему постепенно учиться контролировать себя. Заканчивая свою автобиографическую книгу, он почти справился с зависимостью, но рецидивы все-таки случаются до сих пор. Если говорить о пристрастии к наркотикам, когда этот момент настанет, я либо получу нокаут, или победно вскину руки вверх одной из двух. В 1995 году он смог вернуться на ринг. Стиль борьбы был изменен, удары стали более сильными, благодаря чему каждый следующий бой он завершал досрочно. Образ жизни не слишком поменялся, и поэтому у него была уже не та физическая подготовка и выносливость. В 1996 году в карьере Тайсона наступил кризис. После поражения Эвендеру Холлифилду Тайсон потребовал реванш. В 1997 году случилась, пожалуй, самая скандальная известная выходка за всю историю бокса, которую обсуждают по сей день. Тайсон откусил ухо Эвендера и выплюнул его на ринг, а затем укусил и второе ухо. Все были в шоке. После этого Тайсона дисквалифицировали, лишили боксерской лицензии и засчитали победу его сопернику. Как позже сам Тайсон объяснял свою выходку, причина была в том, что Эвендер боксировал нечестно, несколько раз ударил его головой, от его ударов была рассечена бровь. Это его взбесило, и он таким образом высвободил свою злость. Тайсон, который сталкивался с несправедливостью жизни до этого, понял, что правил не существует. И этот жест, скорее всего, был направлен не лично его сопернику, а к жизненным ситуациям, к тому, что он тоже вправе поступать так, как считает нужным. Вне правил тогда, когда к нему поступают несправедливо. Но это еще не все удары судьбы, которые были уготованы Тайсоном. Самый страшный был впереди. За свою жизнь Майк пережил очень много смертей. Смерть матери, наставника Каса де Мата, сестры Деннис, друга и менеджера Джимми Джекобса. Много смертей друзей из Бронсфилля. Каждая потеря сильно била. Но смерть маленькой дочери Эксодус стала нокаутом. Она перевернула весь мир Тайсона. Он был вне себя от горя и вновь пытался справиться с помощью наркотиков. Утрата Эксодус – это единственное в моей жизни, чем я не могу найти никакого оправдания. И кто-то должен заплатить за ее смерть и принять эту боль. Даже если это буду я. Вот уже 4 года, как она умерла, и я до сих пор не знаю, как мне пережить это. Все мое мировоззрение изменилось. Я понял, что все, что я всегда считал истинной, было ложью. Поэтому мне предстояло заново начать свою жизнь. Майк Тайсон. Беспощадная истина. Когда умерла Эксодус, Тайсону пришлось наконец столкнуться самим собой и понять, что он впустую потратил жизнь. Очередная пустота. В интервью о дочери Тайсону сложно сдержать чувства. Он все еще винить себя. Но со временем к нему, как и каждому человеку, пришло понимание, что такие вещи в жизни неизбежны. Они происходят со всеми. И даже прямо сейчас чей-то близкий человек умирает. Постепенно Тайсон начинает относиться ко всему философски. Хотя боль утрат никуда не ушла. Однако Майк стал другим человеком. С болью, наркотиками и другими жизненными ударами Тайсону помогла справляться жена Кики. Он называет ее опорой. Лучшим другом. Майк говорит, что Кики вытащила его из сточной канавы и привела в порядок. Я многим обязан ей за то, что добился успеха в качестве дееспособного человеческого существа. Я никогда не думал, что после бокса еще раз стану знаменитым, просто живя своей обычной жизнью, делая карьеру и своей собственной жизни. Насколько я представлял себе, я мог бы просто умереть или в лучшем случае владел бы какой-нибудь рюмочный. Тайсон не только перестал употреблять кокаин, но отказался даже от алкоголя. Он сбросил вес, начал работать, стал семьянином и любящим отцом. За все это он очень благодарен Кике. Дети, семья, жена, друзья, новая жизнь Тайсона. Он все же обрел любовь и безопасность. То, чего был лишен с самого детства. Моей первой целью в жизни было заставить людей бояться меня. Я не хотел, чтобы меня любили, я хотел, чтобы меня боялись. И затем я понял, все, что я за это получаю, это ненависть. Теперь я хочу только любви, уважения, чтобы меня ценили. Сейчас Майк Тайсон – живая легенда. Он принял на себя много ударов судьбы и выстоял. Он по сей день остается любимым многими, несмотря на свое темное прошлое. У него множество проектов, он активен в соцсетях, занимается благотворительностью. Недавно в Инстаграме он выложил свои тренировки и заявил, что возвращается на ринг. Заработок от боев он обещает отдать на благотворительные нужды. Может быть, это просто продуманный маркетинговый ход, но всем бы однозначно хотелось бы увидеть еще раз. Железного Майка в деле. Майка Тайсона часто спрашивают, как ты справился вообще со всем этим, как не сломался? По его словам, весь секрет в том, чтобы не принимать поражение как что-то личное. Именно по этой причине Майк был и остается успешным как в спорте, так и в жизни. Главная ошибка людей – считать, что мы в чем-то проваливаемся. Но это не так, мы получаем урок. Провал нужно называть уроком. Это правило отлично подходит не только для боксерского ринга, но и для всей нашей жизни. Майк Тайсон – живой пример человека, который поднялся с самого низа, обрел деньги и популярность, но по-настоящему стал счастливым только тогда, когда отказался от этого и обрел самого себя. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы они оставаться в дураках и будьте на шаг впереди. Скоро увидимся. Никогда не сдавайтесь. Я всегда говорил, что нужно быть бойцом и за пределами ринга. Красивые слова. Да, жизнь это бой. Спасибо, брат. Жизнь это бой. Жизнь это бой.